Привет, друзья! В эфире постоянная рубрика La Machina Drawless Again Что происходит? В этой рубрике я перерисовываю работы своих зрителей, то есть вас. Если вы хотите попасть в данное происшествие, то все, что вам нужно, это выставить в инстаграме любую работу с хештегом La Machina Drawless Again. И по какой-то определенной причине, по стечению обстоятельств, я выберу эту работу и потом ее перерисую на свой манер, и мы сравним. И обычно все пишут, что предыдущая работа была лучше, но я просто, знаете, привыкла. И сегодня я буду перерисовывать вот эту вот замечательную работу принцесски. Мне она понравилась тем, что она была такая вытянутая, и мне захотелось ее нарисовать по-своему. Я рисую в последней версии фотошопа, и рисую я это все делаю на планшете Vacuum Intuos Pro M. Давайте-ка я порисую. Итак, по традиции я начинаю со скетчем. Я намечаю иллюстрацию с помощью кисти, которая имитирует карандаш, и делаю это красным оттенком, потому что мне намного приятнее он, и он менее контрастен, и вообще я люблю более теплые оттенки. Оригинальные иллюстрации выполнены на достаточно реалистичных пропорциях человека, а мне захотелось добавить туда больше мультяшности. И что же я сделала? Я увеличила голову и немного стилизовала форму ход квадрат. Мне очень нравится, когда я использую этот приемщик с летящей над головой короной, и я, конечно же, его решила тоже использовать. Переместив акцент на голову, тело я сделала чуть поменьше. И для того, чтобы уравновесить и сделать какой-то необычный ход, я нарисовала тонкую длинную шею. Если бы это было в реальном мире, она вряд ли бы выдержала такую тяжелую голову. Если вы следите за мной достаточно давно, то вы знаете, что я люблю рисовать большие уши, большие глаза, такие странные простоватые реснички, и все эти методы я применила у себя в иллюстрации. Отсюда, кстати, рождается небольшой ответ на вопрос, как же найти свой стиль, который, по сути, это набор каких-то ограничений, и если вы поймете, что вам нравится повторять из иллюстрации в иллюстрации, вы немножечко постепенно придете к своему некому такому стилю. Цветовую палитру я оставила такую же, как и на оригинале, то есть волосы у моей героини желтые, а кофточка и юбочка такого оранжево-персикового оттенка. Зрачки героини я решила сделать в тон одежде, чтобы они некоторым образом дополняли друг друга. Затем классной такой текстурной рассыпчатой кистью я прошлась по щечкам и ушкам. И если у вас интересует, какими кистями я работаю, вот вам подсказка, у меня уже есть видео на эту тему. Там даже есть ссылка на эти кисти. Мне в последнее время очень нравится простота в иллюстрациях, поэтому ушки я изобразила просто несколькими полосочками, добавила незамысловатый носик, на него пыталась добавить блик, потом не получилось, и сделала грустный рот. Возможно, это та самая принцесса Несмеёна. Цвет короны, в отличие от оригинальной иллюстрации, я решила сделать тоже персиковая оттенка, чтобы он, как и глаза, дополняли одежду. И вот уже основные цветовые пятна у меня сделаны. Я решила проработать всё-таки немного деталей, чтобы иллюстрация не выглядела уж совсем плоской. Чуть более тёмным оттенком я добавила прядок на нижнем слое волос, затем я сделала немного тени на теле, затем я немного ослабила контрастность линии на кофточке, чтобы просто она не слишком сильно вырывалась, потому что она прям вот как-то была не в тему контрастная. Во время того, как я прорабатывала верхний слой волос, я решила добавить заколочку, как в оригинальной иллюстрации, но поняла, что она достаточно лишний элемент в данном случае, и она как бы не несёт особо информации, она не передаёт какую-то историю, и в то же время как-то дробит, как по мне. Когда иллюстрация более-менее уже прорисовывается, я люблю отставить её, посмотреть на неё и подумать, как же можно её улучшить. И в данном случае мне захотелось сделать более лёгкий, и мягкий оттенок жёлтого, так как жёлтые с персиковым, они достаточно близкие друг к другу по цветовому кругу. Если они будут одинаковой тональной насыщенности, то есть одинаковой светоты, можно так сказать, то они будут между собой спорить. А потом я вспомнила, что хотела же нарисовать реснички героини, и одним из финальных штрихов были те самые реснички, которые я прорисовала текстурной кистью, которую использую, наверное, в 99% в случаях рисования. В самом конце я сгруппировала все слои, и с помощью функции Transform немножечко подправила, потому что я заметила, что моя иллюстрация была наклонена в одну сторону. А затем я её центрировала и увеличила. И вуаля, вот такая вот получилась у меня принцесска. И теперь вы можете сравнить с оригиналом иллюстрации. Главным образом, что я переделала, это сделала более мультяшный стиль. Но это, знаете, по большому счёту, дело вкуса. Кому-то нравятся более стилизованные иллюстрации, кому-то нравятся более реалистичные, и здесь уж, конечно, каждый выбирает свою. И тут очень внезапно врывается рубрика «Ломаки на глянь». В прошлый раз мы рисовали девочек-эмоджи, и я не ожидала такого большого количества работ. Круче всего было то, что задание у нас было супер одинаковое, и поэтому мы можем наглядно посмотреть, как отличаются стили один от другого. Кто-то делал акцент на глаза, а кто-то менял пропорцию. Было очень много интересных работ, выполненных в технике карандашами, на крафтовой бумаге, на обычной бумаге. Это была графика, акварель. Вот этой иллюстрацией мне очень запомнились большие круглые глазищи. А это просто получилось очень миленькое. А вот девочка-эмоджи в стиле пенал. Эта иллюстрация явно выделялась чёрными линиями в технике исполнения. А вот такая вот блондиночка. В этой иллюстрации очень характерный, на мой взгляд, есть нос. Мне очень, кстати, нравится подход, когда глаза изображены в виде точечек. А вот посмотрите на эту очень красивую, скрупулёзную работу с помощью маркеров или акварелей и карандашей. Необычное графичное решение розового и чёрного. Какие-то затуманенные глаза получились у этого автора. В этой иллюстрации акцент явно на бровях. А вот какая нежная, прозрачная, лёгкая иллюстрация акварелью. Здесь меня зацепили спецэффекты в оформлении. А здесь достаточно необычная форма. Такие острые линии мне очень понравились. Смугленькая красоточка есть. Ещё одна красивая графичная работа. Девочка эмоджи, которая получила по носу. Очень необычно расположены глаза. В этом есть даже нотка инопланетянства. Кстати говоря, о инопланетянах. Эта героиня спокойно могла бы участвовать в мультфильме. Посмотрите, какая скрупулёзно прорисованная, супер детализированная иллюстрация получилась у этого автора. Мне понравилась надпись. Вам туды. В этой иллюстрации мне очень понравилась стилизация, как форм, так и цвета. И закончить я хочу сегодня ещё одной инопланетяночкой. И мне понравился бюст. А сегодняшней рисовальческой темой предлагаю сделать принцесс. Но не просто принцесс, а напишите о них какую-то историю. Пусть они будут принцессы какого-то странного королевства. Возможно, с какими-то сверхспособностями или причудами. Вообще, будет круто, если в инстаграме когда вы будете выставлять вашу работу под хэштегом «Ламакинагле», чтобы попасть вот в эту рубрику. Тогда напишите какую-то маленькую интересную историю. Самую интересную историю, конечно же, я покажу в следующем видео. Если после просмотра этого видео у вас появилось вдохновение написать какую-нибудь писульку в комментариях, я вас не буду останавливать. Кто я такая? Увидимся с вами завтра. Пока. А еще вы можете нажать колокольчик, и оповещения о моих видео будут отвлекать вас от серьезных дел. Субтитры сделал DimaTorzok